Всем привет! С вами Александр Лебедев. И в сегодняшнем видео мы поговорим об основах электротехники. О том, как правильно читать электросхемы, какие существуют компоненты и об основных правилах в электротехнике. Поэтому, если вы начинали изучать схемотехнику или электротехнику, если вы открывали схему, пускай даже самую простую, и просто вставали в ступор с мыслью Твою мать! Почему тут так много компонентов? Как это всё работает? Сука, как же всё это сложно! Я же учил это в универе! И какого хрена я этого не понимаю? Не парьтесь, я сам был таким же. И долгие часы протупливал, глядя на схему, перед тем, как научился понимать, как она работает. Так что сегодня для вас будет стартовая выжимка моих знаний в области электротехники, которые сэкономят вам кучу времени. И начать стоит с того, что все электронные компоненты стоит разделить на два больших класса. Это активные и пассивные компоненты. К пассивным относятся каденсаторы, резисторы, диоды, реле, кнопки и прочее-прочее мелочевка. К активным компонентам можно отнести транзисторы, тиристоры, операционные усилители, готовые какие-то микросхемы, различные преобразователи напряжений, как линейные, так и импульсные. В следующих видео мы будем подробно разбирать то, как работает каждый из этих компонентов. Также я не буду кэпом и не буду в этом видео рассказывать, как обозначается каждый отдельный из этих компонентов, то это как минимум тупо. Если вы хотите изучить, как обозначаются компоненты, вы это и сами найдете. А посвящать этому отдельный ролик, ну, я не вижу в этом смысла. А сейчас вам нужно знать, что основную часть работы в любой электросхеме выполняют активные компоненты. Пассивные компоненты служат для них обвязкой. Исключением являются длитель напряжений, пассивные фильтры, токоограничивающие резисторы и прочие мелочевки. И давайте, наконец, посмотрим на относительно простом примере, как разобрать работу электросхемы. В поисковике я просто забил генератор синуса, и Яндекс мне выдал вот такую схему. Она содержит в себе все, что нам сейчас нужно. Погнали разбираться. Очень часто, когда составляется схема, элементы питания всей схемы как бы находятся на чертеже, но отдельно от всей остальной части. И это очень удобно. В данном случае питание находится снизу. Тут мы видим источник переменного тока, кнопку включения. Дальше цепь разделяется на две. Первая часть принимает токоположительную полуволну синусоида с помощью диода. Затем эту половину сглаживает электролитический конденсатор, и уже сглаженный сигнал поступает на линейный стабилизатор напряжения. На его выходе снова стоят два конденсатора, но только один керамический, а второй электролит. И на выходе мы получаем напряжение плюс 12 вольт. Вторая часть питания делает то же самое, но только для отрицательной полуволны. И на выходе мы получаем минус 12 вольт. Теперь посмотрим на основную схему. Если не знаете с чего начинать, то помните, обычно схема начинается слева направо. Если вы видите какую-то непонятную микросхему, то не надо включать заднюю и бояться. Просто загуглите, что это такое. Нам надо найти даташит на ICL8038. Это универсальный генератор сигналов. И на своих выходах, обозначенных как 9, 3 и 2, он может генерировать меандр, пилу и синус. Нам нужен только синус, поэтому сейчас про первые два можно успешно забыть. Сравнивая нашу схему и даташит, можно понять, как это все работает. Выходы 7 и 8 замыкают цепь, и генератор включается. У нас они замкнуты по умолчанию. 6 и 11 выхода питания, плюс и минус 12 вольт. На схеме в даташите стоит питание 10 вольт. Но если мы посмотрим на рекомендуемые значения питающего напряжения, оно всегда обозначается как V-supply, то оно тут равно плюс 10 плюс 30 для однополярного питания и плюс-минус 5 плюс-минус 15 для двухполярного питания. В даташите можно найти формулу, которая описывает зависимость частоты от конденсатора и двух резистов. Посмотрим, где стоят эти элементы. Это четвертый, пятый и десятый контакты. Теперь вернемся к нашей схеме. Тут мы видим, что на десятом контакте стоит переключатель, который меняет то, какой конденсатор стоит в цепи и грубо меняет частоту. На контактах 4 и 5 стоят резисторы 1, 2, 3 и 4. И если 3 и 4 постоянные, то вот 1 и 2 переменные с разным размахом. 1, 100 кОм для быстрой регулировки частоты и 10 кОм для точной контакта 2 у нас на выходе получается уже готовый синус. Он поступает на операционный усилитель с отрицательной обратной связью, где глубина обратной связи определяется резистором R6. Затем сигнал еще раз поступает на операционный усилитель с отрицательной обратной связью. Теперь обратим внимание на заключительную часть нашей схемы, а именно на усилительный каскад, состоящий из двух транзисторов NPN типа и резисторов R7 и R9. Вся эта связка нужна для того, чтобы усилить отрицательную полуволну синуса. Два диода D1 и D2 нужны для того, чтобы отделить положительную полуволну синуса и усилить ее с помощью вот этой части схемы. Затем сигналы суммируются, и на выходе мы получаем уже полный сигнал синуса. Вот и весь анализ схемы выглядит не так уж и сложно, если все спокойно и методично разбирать. Это лишь небольшой пример. Да, схемы не сложные, но всегда нужно начинать разбирать простые схемы. Если вы хотите разобрать пример более сложной схемы, то напишите об этом в комментарии и оставьте ссылку на схему. Не надо, конечно, скидывать мне схемы утеринских плат и прочей какой-то жести. Я не настолько еще крутой чувак, чтобы вам это все рассказывать. В дальнейшем мы уже поговорим о первом и втором законе Киргофа, о расчетах усилительных каскадов, фильтров и генераторах. И про робототехнику я, конечно, не забуду, но просто теперь я хочу расширить тематику канала. Если вам понравилось данное видео, то поставьте палец вверх и не забудьте подписаться на канал. Пока!